Уже прошло чуть больше двух недель с момента выхода патча 7.35, в котором бафнули Эмбера. За это время на про-треке Эмбер уже влетел в топ-1 по количеству сыгранных матчей и имеет комфортные 54% винрейта при 1500 сыгранных каток, а также начал вырисовываться самый оптимальный билд на Спирита, а именно Мэйдж Слеер и затем Молнии. Да, я знаю, что некоторые из вас все еще не видят силы в первом предмете, но давай за этот ролик посмотрим, на что на самом деле способен этот предмет и почему, вероятно, его нерфанут в салат к следующему патчу. Собственно, что поменяли Слееру? Во-первых, рецепт и, соответственно, статы, которые он дает. Огромный атак спид, а также маг резист в 25%, манорегенный интеллект, который также повышает манореген. Сборка, конечно, не самая удобная, два достаточно дорогих компонента, но Обливиан Став ощущается крайне сильно за счет Блицнаклсов, которые теперь есть в сборке. И пассивный эффект Слеера, он уменьшает наносимый врагами урон от способностей на 40%, и это уже как бы огромная цифра и ощутимый эффект, но есть еще и И наносит 20 единиц маг урона в секунду. Дебаф длится 6 секунд и тотал урон 120. Да, не так много, но приятно. Шмотка банально ускоряет фарм за счет более сильных тычек и урона по крипам от пассивного эффекта. И да, Слеер сбивает блинки и не дает противнику отхиливаться с батла. И еще. Думал, все? Нет. Так как у Эмбера есть щит, который впитывает магический урон, Слеер позволяет щиту жить очень и очень долго, и по итогу мы получаем крайне дешевый предмет, который очень жестко бустит как нашу выживаемость, так и нашего щита, который наносит огромный урон. И естественно, мы повышаем шансы на выживание наших тиммейтов, так как если задеть фистом хотя бы часть героев врага, то их наносимый урон падает просто в разы. Возвращаясь к билду, молнии, понятно для чего. После молнии мы хотим играть на дефолтачах, то есть берем Шиву, Каю Сэнш и Аганим. Если не на дефолтачах, то играем по ситуации, можно добрать всякие БКБ, Линку, Глит, Нир Травла. Короче, все что захочешь, ты сможешь добрать. Но хватит уже теории, давай смотреть как все это выглядит на практике. Смотреть мы будем мои сыгранные игры на стриме, кстати, залетайте туда, если хотите больше Эмбер Спирита. И как обычно, если тебе нравится такой формат, то ставь лайк, чтобы я это понял. И в этом месяце мы будем добивать Эмбера и возможно еще парочку других классных мидеров. И кстати, у вас тоже завалялась в инвентаре целая тонна бесполезных шмоток, которые вы уже не носите. Потому что у меня тоже. И чтобы от них избавиться, я рекомендую сервис Аван Маркет. На данный момент это лучший сайт, скупающий вещи из Доты, КС-2, ТФ-2 и Раста. И предлагаемые здесь цены гораздо выше, чем у конкурентов. А сами шмотки можно продать мгновенно. И тебе не потребуется ждать своего покупателя. То есть ты буквально нажмешь по кнопке «Получить деньги» и мгновенно получаешь трейд. То есть все происходит быстро и в автоматическом режиме. Также важно, что Аван Маркет имеет отличную репутацию. На самом сайте почти 10 тысяч положительных отзывов. А на Траст Пайлоте 1000 и почти все оценки 5 звезд. А еще, если ты приведешь своего друга по реферальной ссылке, у которого тоже много лишнего шматья, то ты получишь 3% от каждой его продажи. Поэтому, если ты хочешь продать лишние шмотки в Доте, то делай это обязательно на Аван Маркете. А по моему промику ты получишь плюс 5% продажи при первой сделке до 100 баксов. А если свыше сотки, то ты получишь 5 баксов. На Лайнинге не было ничего особо интересного. Мы стояли 1х1. Не, это очень тупой герой. Не очень много нюк наносит рона. Он уменьшает дэмэдж. И очень тяжело становится. Потом пришел мой гироскутер. Мы убили Рубика. А чем он его убил? С силой мысли? Он мне еще и курьера убил. Я бы мог законтролить, но я думал, блядь, ладно, не будет же он его добивать прям. Надо же что-то ему другое делать. Нет, добил. Затем пришел вражеский Никс, и умер уже я. А, пизда мне. Никс. Никса не видел. В такой ситуации, когда стоять Лайнинг тяжело, нужно искать возможности загонгать боковые линии. На боте у меня стоит аппарат плюс Найкс против Баратрума. Линия не особо богатая на убийство, так еще и Лайнинг был всегда запушен в сторону коровы. На топе стоит Краба и Гира против Джаггера. Тоже не самая гонгобильная линия, но попытку я все-таки совершил на седьмой минуте, когда Джаггер прыгнул на ДП. Баунти. Вряд ли, конечно. Да, повезло-то как. Оооо! Блять! Сука! Он не прожал стики, лотос, и он все равно улетает. на этом же тайминге если смотреть на общую ценность то у меня все плохо могло быть хуже да но все плохо на этом моменте становится понятно что без рун особо делать нечего но контролить их тяжело но не невозможно лет на я не боюсь за руны нахуй витя она хотя бы до эмбер фестами может ворвать руны и не только также можно подбирать предметы главное только за таймить из этой руны dd мы на пару с гириком убиваем рубика и умираем от сейф телепортов что шестой на саппорте на 8 кого откуда что этот путь видел 215 ебать на 950 опять неприятная ситуация где сапа играют с мидером и у нас не получается никак их на это наказать это ласт как ты видишь я немного в кильке line и не гангабельные в миде стоит тяжело так еще и аппарат который пытается фармить вещблейд ворует фарм и опыт я не знаю что мне гангать мне нечего гангать в топе линия ангангабельная но еще там люди все умирают на аппарате чел без сапога это значит он не может быстро двигаться по карте почему он пытается добивать крипов я не понимаю даже после такого кила я все очень недовольны своим аппаратом но я думаю ты меня сможешь понять и не будешь осуждать и этот чел просто нахуй афк стоит но да ответные ганги это единственное что и остается в такой ситуации но никто больше не будет выходить на найкс или крабу рядом ставором и раз гангать варианта нет то я в течение некоторого времени буду съесть в миде и качать лесные компы слава богу от меня более-менее отстали что хотелось побольше активных действий сделать на мапе но видимо на 15 минуте рандомно получается забрать брат румы я наконец-то добиваю слэйр и да можно было бы легко купить здесь молнии удариться фарм был такой вариант но сплетит против никса и брат рума достаточно тяжелая задача и я железно уверен что со слэйром мы можем начать принимать драки опять он пришел в мид со своим вич блэйдом почему ты без фармишь здесь чпаны рот этого казино мою лады зато успеют это баф прочекать мне повезло повезет не повезет повезет не повезет повезет повезло чувствовать вернуться или нет ну давай давай сука ну чуть-чуть как иди нахуй просто иди нахуй ебаный позор нет но это я так и знаю что не надо сюда лететь и этот блять свечи болейдом прибежал что дальше делаешь агоним наверно не знаю его и его присутствие в игре меня так раздражает почему вич блэйд где сапог хотя бы там для приличия you know и и блять и под тавр уходит под тавр под тавр не со мной спину там мы посмотреть погладить а просто по тавр прячется экспу взял что там в боте происходит у меня на рамках куча он купил сапог сейчас блять спиздит баунти руну я был плохого мнения об этом человеке он оставил на двадцать второй минуте я засейвил найкс от верной смерти не благодарите уберите их нахуй них ебать контроль у них ебать станов блять чем пингует на меня ну нельзя просто в них взять забежать на похуй 5 герой баратрум я блять на хосте хуй поем сука бесит меня он тоже блять своим башером дальше игра перешла в более менее спокойную стадию мы немного вернули пространство на карте и я просто качался с молниями плюс-минус рядом с командой на 26 мы пошли забрать рошана после этого я подключился в нападении на дп и джаггер опять просто взял и улетел опять он улетел бабочка с эгой мы потом забрали их торминтера шмотки конечно not very high и но хайп противники кстати надоели постоянно сплететь лайн и баратрум со своим чарджем джаггер которому невозможно сбить тп но ты понял кстати после торминтера мы нашли рандомный файт победили парочку героев и кстати опять пришлось отпушивать лайн чат если чо донатить не нужно просто пишите я скажу лох вовсе не на тоненького и затем я решил продать лишние шмотки и купить просто оторвала потому что ну реально не достали со своим сплитом а вот последующую череду событий я даже не знаю как описать ты просто посмотри на это а я напомню это все примерно 7500 геймеры ебать баршер отыгрался ебать наваливает браток не дальше пт он делает поэтому свои ебать он навалит кто пиздил кто кто пиздил на этого ян кения да они просто на фидели и позволили зайти на хг и мы разбились об хг аппарат четверка пятерка спасите моего сына ебать того рот не там на связи но выбили два бэбэка на корах на джаггере и медовом рубике ебать они бэбэкаются на раз-два ну типа рубик бай этот бай супер заебись файт ничего не знаю на тридцать седьмой я наконец-то могу отомстить рубику который кошмарил меня на лайне и мы подбираем еще и фришный килл на пудже после этого мы опять идем на хг я ультую по строению а блять ты ж без ремнан там нахуй ладно губай я похуй ты труп блять вот это было было жестко это что нахуй а удача удача куда мы уходим мы мегасов сделали блять сейчас опять джаггер нападет как ебанутый так у нэкс есть что-то не лагает блять блять и да на этом у меня все на сегодня спасибо за просмотр и пока поцени это инкуль после игры и хорошо аппарат я надеюсь ян.